Сейчас в Ангарском центре занятости на учете стоят 508 человек, желающих дойти работу. Вакансий для них почти 4000. Требуются плотники, слесари, маляры, электрики, монтажники и инженеры разных профилей. Так называемые рабочие специальности. Никита Подлесный имеет диплом механика и хороший опыт работы за плечами, но подходящую работу найти не может. Достаток сложно. Уже полгода ищу и безуспешно. Вот резюме раздавал по интернету, более-менее кто-то звонит, кто-то нет. Сколько зарплату хотите? Ну, 25-30 тысяч, думаю. Зарплата, не отвечающая ожиданиям тех, кто ищет работу, и есть основная причина того, что соискатели и работодатели проходят мимо друг друга. По вакансиям, предложенным на этой ярмарке, зарплата от 8 до 60 тысяч рублей. На заработки выше средних могут рассчитывать люди с руководящим опытом работы. А такое есть не у всех. Вот и выходит, что одни вакансии стоят открытыми по несколько лет, а по другим наблюдается постоянная текучесть кадров. У нас большая проблема в специалистах уровня мастеров-технологов. С учетом того, что швейная фабрика, наша ангарская швейная фабрика, которая работала много лет, закрылась. В техникум легкой промышленности, с учетом того, что наши опыты готовят специалистов, не очень должного уровня. Поэтому практически у нас вакансия мастер, мы не можем закрыть в течение года. Мастер-технолог. А вообще большая потребность швейная фабрика. Ну, сотрудников нам приходится искать очень часто, поскольку сейчас, по крайней мере, на ангарском рынке труда очень сложно найти специалиста, который именно подходил под наши бы параметры, ну и в целом с желанием работать. Чаще всего мы, конечно же, ищем менеджеров по продажам. Поэтому, если на, ну, по крайней мере, разговаривать с другими кадровиками, я тоже знаю, что сейчас очень важна профессия менеджера по продажам. На ярмарку пришло почти 600 соискателей. Половина из них записалась на собеседование. Остальное зависит от навыков специалиста и требований, предъявляемых работодателям. Работать хотели бы сразу, наверное, на высокой какой-то должности, с высокой заработной платой, с хорошими условиями труда, с гарантиями, соответственно. По профессиям, это, наверное, менеджеров у нас очень много, экономистов, много бухгалтеров, много инженеров поменьше чуть-чуть. Скорее всего, образование позволяет опыта работы, может быть, недостаточно опыта работы, навыков профессиональных не хватает для занятия какой-то должности. Может быть, амбиций очень много, да, как бы знаний не хватает. Следующая ярмарка вакансий в Ангарском центре занятости состоится 19 марта. Яна Попова, Дмитрий Новопашин, Местное время.